Михаил Викторович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кому переданы отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению мероприятий по обращению с животными без владельцев? С 2014 года указанные отдельные государственные полномочия законодательно закоплены за органами местного самоуправления. Ежегодно органам местного самоуправления направляются субвенции на осуществление данных полномочий. Так, в 2020 году из бюджета республики направлено 60 миллионов рублей. В том году было освоено всего 56,5% этих средств. А в 2021 году муниципалитетам направлено тоже 60 миллионов рублей. И дополнительно хотел бы отметить, что в рамках перекорректировки бюджета Алданскому району, Аллахевскому району и Амгинскому району и дважды городскому округу были выделены дополнительные средства. Таким образом, относительно городского округа город Якутск было направлено всего 28 миллионов рублей. По предварительным данным 2021 года все средства практически освоены, освоены 99%. А какие меры приняты правительством Якутии после введения федерального закона номером 498? В данном случае были внесены изменения в действующие нормативные акты Республики Саха и Якутия. Предусмотрены дополнительные средства в республиканском бюджете. Как я отметил, что в 2020-2021 годах ежегодно предусматривали 60 миллионов рублей на мероприятие по принципу отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. Проведены работы по обустройству приютов на местах. И в данном направлении работа продолжается. Следующий вопрос. Какой объем работ проведен в течение двух лет действия системы отлов, стерилизации, вакцинации и возврат? За прошлый год, 2021 год, на территории республики всего отловлено более 5700 животных без владельцев. Хотел бы отметить, что из них по городу Якутску отловлено всего 3157 животных без владельцев. В том числе из них стерилизовано 1002 животных, кастрировано 861, маркировано 3157, вакцинировано 2251. И возвращено в среду обитания 1433 животных. Сегодня на пожизненном содержании находится 51 собака. Из них агрессивных 37 и 14 собак крупной породы. Пристроено новым хозяевам 845 животных. Сколько всего приютов и пунктов передержки действует на территории республики? В 2021 году, в начале года, действовало 10 приютов и 11 пунктов передержки животных. Хотел бы отметить, что в 2021 году в Амгинском, Жиганском, Намском, Таттинском улусах пункты передержки переквалифицированы решением о муниципальных образованиях в приюты. И поэтому на сегодняшний день количество поменялось в сторону увеличения приютов и в сторону уменьшения приютов. Каковы основные проблемы при осуществлении переданных полномочий у муниципалитетов? Основным проблемным вопросом является, конечно же, отсутствие приютов на местах. Для этого, конечно же, нужно, во-первых, их построить. Должны быть в первую очередь наличие земельного участка, проектно-смертной документации. Но не во всех муниципальных образованиях сегодня это возможно. По данному вопросу глава республики Есен Сергеевич Николаев поручил мне рассмотреть данный вопрос, изучить все варианты, в том числе софинансирование строительства приютов в муниципальных образованиях. В чем заключается предложение республики по внесению изменений в федеральный закон 498? В Государственном собрании Елтумен при постоянном комитете по селу аграрной политики парламента Якутии действует межведомственная рабочая группа по формированию предложений республики о внесении изменений в федеральный закон 498 ФЗ. Проект подготовлен и направлен на рассмотрение парламента. Предложение в основном заключается в обеспечении возможности принятия субъектами Российской Федерации самостоятельной стратегии в области работы с безнадзорными животными, учитывающей климатические условия, логистику, включающие нормы обязательной регистрации домашних животных, принятие штрафных санкций. Какие законы регулируют права и обязанности региональных властей и муниципалитетов в части обращений с безнадзорными животными? Ну, прежде всего, это федеральный закон 498 ФЗ. Далее, закон Республики Саха-Якутия о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха-Якутия отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Далее, федеральный закон номер 52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, где указано, что регулирование численности безнадзорных животных путем их отлова и содержания в специальных питомниках, их иммунизация против бешенства рассматривается как мероприятие по недопущению возникновения случаев бешенства среди людей. Каков размер штрафов за неисполнение мероприятий в области обращения с животными? На сегодняшний день, согласно Кодексу административного правонарушения Республики Саха-Якутия, нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, правил организации деятельности приютов, установленных правительством региона, влечет наложение административного штрафа на должностных лист в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лист от 30 до 40 тысяч рублей. Здесь бы хотел отметить, в целях повышения ответственности владельцев собак, Департаментом ветеринарии предлагается дополнить Кодекс административных правонарушений Республики Саха-Якутия статьей за нарушение правил содержания домашних животных, разработаны изменения в закон Республики, предусматривающие наделение муниципалитетов полномоченными по созданию административных комиссий и определению перечня лиц у полномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Департаментом ветеринарии неоднократно инициированы изменения в действующие законодательства Республики, касающиеся введения обязательной регистрации домашних животных. Проекты получали отрицательные заключения прокуратуры, как противоречащие федеральным нормам. Сегодня мы предлагаем принять на муниципальном уровне нормативные акты об обязательной регистрации животных. Спасибо.